ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, а какие предвыборные обещания победившего кандидата вы помните из прошлых избирательных кампаний? Я не следил за прошлой избирательной кампанией, но не было в стране. Не помню. Ясно. Ну, что он... Ну, я помню, что по телевизору показывали, что в социальных очень много было обещаний. Да, у него было очень много социально направленных обещаний. Вот некоторые из них, допустим, удвоить ВВП. По факту у нас ВВП сейчас составляет 1,2% от мирового, а в Советском Союзе он составлял 20%. Да, не мог он при Союзе 20% заставлять. Не мог он при Союзе 20% заставлять. Он же ВВП обещал в 2000-м увеличить. Да. Только удвоил же? В 2000-м году. Удвоил в 2000-м году. Сейчас люди живут в 10 раз лучше, чем при Советском Союзе. Я обжил при Советском Союзе. Ладно. Допустим, догнать по ВВП самую бедную европейскую страну, Португалию. Уже обогнали. Обогнали уже? Конечно. Хорошо. Так. Сейчас скажем. Борьба с бедностью, пожалуйста. А по факту у нас за последние годы число бедных у нас составляет 23 миллиона человек. Тут не скажу, я про нищеты такую не вижу. Ну, как бы, всегда с чем устремиться он уже. Раз на то пошло, то побегневший кандидат. Да, он деньги ни у кого не забирает. Он же никому не мешает работать, там, иди учиться, развиваться. Так, хорошо. Скажите, а как вы думаете, есть какие-то невыполненные обещания? Честно скажу, не знаю. Ну, думаю, наверняка все не может вглазаться. Страна большая, проблем будет. Но все, что хотел, не мог реализовать. Что тогда не получилось. Хорошо. Скажите, вот ваше личное благосостояние за последнее время как-то изменилось? Улучилось, может быть? Мое улучшилось. Улучшилось, да? Хорошо. Так, скажите, что может вообще улучшить ситуацию в стране и благосостояние граждан? Это приход во власть честного человека какого-то? Может быть, более упорный личный труд? Или же объединение людей для борьбы за свои права и интересы? Хватит мыть, идите работай. Я с вами слышу вас. Все отлично. Все ноют. Это вот только русские любят. Мыть и выть. У нас там ни то, ни сё, ни всё нам. Кому государство чего должно? Никому никто ничего не должен. Хочешь жить хорошо? Живи. С себя начни. Всё просто. Скажите, вот нанимая специалистов для проведения определённых работ, мы заключаем договор подряда, да? Где чётко прописано, кто, что, в какие сроки должен сделать. При выборах депутатов или президента такого механизма у нас, к сожалению, нет. Вы считаете, кандидат, вступивший в свои законные должностные права и обязанности, должен заключать подобный договор подряда с населением? Думаю, неплохо было бы, да, так важно? Ну, обещание же есть. То есть мы же голосуем не за этот договор, мы же голосуем за обещание. Лучше он обещает, а то все и голосуют. А сейчас уже тот же Путин, то люди видят, что на самом деле делается, и потом голосуют уже за результаты. Поэтому тут хоть что вы обещаете, люди видят результаты его работы. Поэтому голосуют. Так, скажите, вот на выборах мы голосуем в том числе и по партийным спискам. То есть отдаём голоса за партию, а партия уже сама выбирает какого-либо кандидата из своих людей. Но для нас, по факту, это, получается, выборы кота в мешке. Как вы считаете, нужно ли отменить выборы по партийным спискам? Мы же голосуем за партию. Нас интересует общая политика партии. Человек конкретно нас в данном случае. Ясно. Так, перед выборами проводят депаты в виде пятиминутной дискуссии на телевидении. За пять минут мы не можем ничего понять, в принципе, более глубоко так о кандидате, да? И нет обратной связи с населением во время таких депатов. Как вы считаете, нужно ли депаты сделать интерактивными с обратной связью и сделать их более продолжительными по времени? Я бы по времени сделал, прогнозирую. А вот интерактивную сторону, чтобы население могло задавать вопросы кандидатам? Депаты – это реклама, то есть они сами себя хвалят, по сути, и обещают. И друг друга топят, тут люди, думаю, не нужны. И так всё понятно. Ясно. Так, и последний вопрос. Процесс голосования у нас проводится по-старому на бумажных бюллетенях. Что даёт возможность для массового фальсификатора? Нужно ли сделать голосование в электронном виде? Допустим, на каких-либо спецтерминалах, на базе блокчейн и тому подобное? Голосование на электронных терминалах допускает фальсификации и всё остальное. Если кто-то захочет, то никто ничего не остановит. То есть данный подход не исключит возможность его посаживать в теории? Дело в том, что когда голосование на бумажах, там же представители разных партий, всё считают, проверяют, потом подписывают. Всё. Подписали, значит, нет фальсификации. Правильно? Глянем правде в глаза. Потом вытянуть не надо. Они же сами всё считают, сами смотрят, сами проверяют. То есть если 10 человек подписали, что мы видели, что всё нормально, всё. Значит, всё нормально. Ну, ясно. Сначала подписать, а потом говорить, что чё-то там фальсификации, но это уже не серьёзно. Да, да, вы ответили. Спасибо вам большое за внимание. Итак. Я ещё пока не выбрал за кого, потому что я ещё не видел, как говорится. Пока ещё ящики не заполняли, как говорится. Сейчас вот я слышу, что вроде началось уже как бы. Да, да. Предвыборная, предвыборная кампания уже началась. Ну, там Грудинин, по-моему, Титов. Грудинин, Путин, Титов, Жириновский, ещё кто-то. Явлинский. Явлинский, куда же без него. Скажите, Жириновского без Явлинского. Да, да. Самые такие. Скажите, вот вы помните какие-либо предвыборные обещания нынешнего... Путина что-то? Путина, да, кандидата. Ой. Я, по-моему, даже на те выборы не ходил. Ну, вот, с вашего позволения, я зачитаю некоторые его предвыборные обещания. Он обещал удвоить ВВП. Наша ВВП сейчас составляет 1,2% от мирового, а в Советском Союзе он составлял 20%. Догнать по ВВП самую бедную европейскую страну, Португалию. Ну, так мы и не догнали. И не догонят, мне кажется. Ну, не знаю. Может быть, и догоним когда-нибудь. У нас все привязаны к доллару, мне кажется. Да, к доллару, к ней. Наш российский рубль упал. Да. Что было в советское время, там рубль ценился. Да? Я дверь. Доллар был 65 копеек. Ну, да. Я вот даже служил в Германии. Угу. В 88-90 год. Угу. Там вот этот червонец с Лениным. Он стоил, за него давали 30 марок. Угу. Вот, видите. Так. Еще вот предвыборные обещания у него были. Решить проблему гемографии прироста населения у нас нет. У нас, к сожалению, умирает больше, чем рождается. Так сейчас эти, вот эти, материнский капитал, там, дотация за первого, там, за второго, за третьего. Угу. А сейчас каждый, это, будет тут рожать, как говорится. Чтобы эти деньги-то появились. Ну, это косвенная мере только влияет. На самом-то деле не особо. А вот борьба с бедностью, допустим, он обещал. Но по факту у нас в стране ежегодно бедностью увеличивается 23 миллиона человек. Средняя зарплата, называют, средняя зарплата по региону. Даже по нашему, по пермскому, там, где-то, в пределах 30 косарей. Где? Это... По факту 15 тысяч зарплата, средняя. Это 15... Это еще... Кто-то же работает и на 8, и на 10. И на 8, и на 10. То есть меньше прожиточного минимума. Да, да. Вот как там, с первого, с первого мая, по-моему, это, уравнять минималку с прожиточным минимумом. Ну, я не знаю, реально это нереально, мне дается. Сделают, а не делают. Ну, не знаю. То есть как в 2000-е годы, как... То есть в 90-м, как сделали открытый город, кого здесь только не было. Ну, вот они недавно приняли законы о том, чтобы повысить мрот. По соли, у нас в Соликамске, да. Соль, был какой-то бум. Да. Я прошелся по району, 5 магазинов, соли нет. Просто. В каком-то киоске, за Нюханом нашел соль. Раньше, которая стоила там копейки. Она стоила 15 рублей, пачка. Это же очень нереально. Кто-то нажился на это. Да. Получается же так. Конечно. Скажите, а... В советское время жили нормально. Ну, деньги были. В магазинах ничего не было. Было, но там, очередь отстоишь, получишь. Я бы помню, на компросе, когда этот колбасный магазин был, напротив кристалла. Там очереди какие выстраивались. А и тоже какие. Были. А сейчас деньги есть? То есть, деньги есть. В магазинах все, что хочешь есть. Все есть в магазинах. Но денег не хватает. Не хватает. Скажите, вот как вы думаете, есть ли какие-то у него невыполненные обещания? Из того, что он обещал. Из того, что ты прочитал, по-моему... Ничего не выполнено. Как было, так и живем. Ясно. Каждый выживает, как может. Скажите, а вот за последнее время ваше личное благосостояние как-то улучшилось вообще? Никак. Даже еще хуже. Еще хуже стало. Потому что, вот считай, ну, в свое время набрал кредиты больше потолка. Ничего такого себе дорогого не купил. Ни мебели, ничего. Все ушло на потребительские нужды. Ну, как-то платил, платил, платил. Сейчас, потом тут одна болезнь, вторая болезнь. Короче, все, ушел. Выпал из седла, как-то, полностью. И со спиной были проблемы, и язва, и грыжа. Все, выпал из седла. Сейчас попал в долговую яму, выше потолка. Это закон о банкротстве, чтобы простому человеку платили, это где-то найти деньги на эту простую. А где? Пожрать ты не знаешь, что? Деньги получил, что получка? То есть аванс, зарплата. Деньги получил, и не знаешь. От зарплаты до зарплаты. Купил продукты, какую-то часть бросил на платежи. Все. Только продукты и коммуналка по факту сейчас, и все. На это и хватает только. На какие-то развлечения, это затянуть, что там, ребенка куда-то сводить. Это все. Скажите, а что может улучшить ситуацию в стране, вот, и благосостояние граждан? Это приход во власть честного человека, может быть более упорный личный труд, или же объединение людей для борьбы за свои права и интересы. Что из этого может улучшить ситуацию в стране? Ну, по идее, да, если власти придет, ну, те вот, которые старые, то есть они там родились там в 900 Махнатых, как говорится, там, они все это прошли, прошли 90-е, прошли этот путь, прошли, как раньше говорили, родился в 70-х, перенес 80-е, перенес 2000-е, что уж тут, перенес конец света, который вывезли, что уж дальше, и дальше протянем так же, так получается. Ну, да, конечно, если к власти придет какой-то такой, что отменит все вот это, то есть, ну, сколько он это, я вот тоже вот езжу, езжу к себе на дачу, да, по дороге едешь, сколько этих стоит, забитых, пермский сыринокомплекс, какие там мощности стояли, развалили, все разваливается, колхозы развалили, раньше люди с города в деревню ехали, сейчас с деревни в город едут, потому что в деревню там не прожить, я не жил сам, я городской, я не жил в деревне, просто по слухам, что там в деревне один магазин, там где-то сложный слух, то ли по новостям, то ли где-то читал, какая-то деревня, значит, один магазин, продукты привозят два раза в неделю, жуть, как люди там будут выживать, это ладно, если свой огород есть, вот за счет своего огорода выжились, таки огород, все свое, все натуральное, а сейчас одна химия в магазине, да, одна химия, вообще нет ничего натурального, у нас сейчас продукты питания это трава, скажите, вот нанимая специалистов для проведения каких-либо работ, мы с ними заключаем договор подряда, да, где четко прописано кто, что, в какие сроки должен сделать, в том числе и санкции за неисполнение, да, вот, а при выборах депутатов или президента такого механизма у нас не задействуется, то есть, ни один кандидат не подписывает никаких договоров о том, что конкретно он сделает, как вы считаете, кандидаты должны заключать подобные договора с населением или нет? С населением, ну, по идее, да, обещал сделать, не сделал штрафные санкции, вот это я понимаю, он тогда будет думать, многие жду, я вам все сделаю, я вам все сделаю, его выбрали, он там, ну, может, первое время показал себя хорошим, потом донулся, да, и пошел жить в свое выставку. Правильно, то есть, такой, такие договора заключать надо. Да, да. Хорошо. Скажите, на выборах депутатов, допустим, да, мы голосуем, в том числе и по партийным спискам, то есть, мы отдаем голоса за партию, а партия уже, в свою очередь, выбирает какого-либо кандидата уже из своих людей. В итоге мы наблюдаем множество абсолютно незнакомых людей, которых мы не знаем, откуда они, как туда появились. То есть, данный механизм для нас, это выборы кота в мешке. Скажите, надо ли вообще тогда, может, отменить эти выборы по партийным спискам? Ну, я сам не партийный. Ну, в комсомоле было в 900-махметрых годах, то есть, в партию не штукал, не было. Ну, по идее, да. Вот, если ты, ну, сколько выборов были, там, в ящики приходят, там, фотография депутата, там, еще что-нибудь такое, то есть, ты там прочитаешь, хоть видишь, он какую программу дает, ну, ты уже думаешь, идти за него голосовать, не идти за него голосовать, обещают-то они золотые горы, жить безбедно, и все, и зарплата там, и все такое, а в результате получается вот так. А в результате ничего не меняется, а даже ухудшает. Так жили, так и живем, кто может, так и выживает. Зарплату поднимаем. Раньше что было в советском рябе? Зарплата в один, цены в два. Даже вот что-то купить в магазине надо копить. Накопил, переположим, пришел в магазин, цена поднялась. Куда люди пойдут? Ну, сам подумай. Человек копил-копил, там, обжимал себе где-то это, там, вещь присмотрел, пришел покупать эту вещь, вещь поднялась в цене. У него денег нет, куда он пойдет? В банки. А? В банки. Не в банки, а вот сюда пойдет. Или, или пьянствовать, да. С горя. С горя, да. Так, скажите, вот, допустим, на выборах проводят дебаты в виде буквально пяти минут каких-то там дискуссий, споров, да? Вот. При этом у нас нет обратной связи с этими кандидатами, то есть мы не можем задать им вопрос. Они между собой там чуть-чуть перебираются. Да. Нужно ли, скажем так, эти дебаты сделать, во-первых, более продолжительными по времени, во-вторых, с обратной связью с населением, чтобы население могло задавать вопросы, да. Нужно ли сделать так? Конечно, нужно такое. Ну что, он даже по телевизору показывает такие вот дебаты, я сейчас уже не смотрю все эти новости, там все завязано в основном сейчас. Что, Украина, санкции США. Украина, Америка. Нет. Украина, Америка, допинг. Все. Вот, три основные вещи, которые сейчас перебирают. Да. И перебивают там косточки друг к другу. Толку-то от этого никого. Афган, Чечня, сколько молодежи погибло? Молодых парней нестрелянных. Да. Ну, кто их туда посылал? Начальство? Начальство. Почему бы контрактиков не послать, которые обучены всему? А просто посылает молодежь, сколько он погибло-то, парней 18-19 лет. У него еще вся жизнь как-то была впереди, он пришел, и все. Пришел сразу в Мессороку. Кто, предположим, там прошел, ну, не убили, ладно, он сюда приведет, у них крыша просто никакая. Я тоже с одним встретился, то ли день ВДВ был, в Горьковском суду, знаешь, что-то сидел спокойно, подходит один, ну, под этим делом, что-то праздник все-таки. Ой, я там, знаешь, из-за тебя там где-то в Чечне, в Афгане, значит, туда-сюда, чуть ли не в драку со мной полез. Я говорю, слушай, дорогой, ты был там, я был там. О, братан, братан, пошли. Я в это время служил в Германии. Скажите, последний вопрос. Вот процесс голосования у нас проводится по-старому на бумажных бюллетенях. Ну, сейчас что-то вроде говорят, что какие-то новые бюллетени. Вот, ну, все равно бумага. Ну, да. Это дает возможность для массового фальсификата. Может, тогда стоит поменять механизм на более надежный, то есть, может быть, поставить какие-то спецтерминалы электронные и сделать электронным голосование. Сейчас, считай, век, век, компьютерный век. По идее, да, если на этих вот участках, ну, на привыкных участках, заместить вот этих вот тумб для голосования. Ну, ящик тоже, это все равно бумажный вариант. Так же вот, подожди, экран. На нем там, ну, как они, терминалы стоят же. Список, там, такой-то кандидат. Предположим, нажал, там, прочитал подробности. Даже вот в этих же будках. Угу. Вот человек зашел, подошел, предложим, отметился там, да, его отметили. Все, он подошел. Раз, в будку зашел. Ну, это дольше, конечно, будет. Зашел, предложим, кандидат такой-то. Нажал, там, его выборная программа. Прочитал. Все. Предположим, закрыл, открыл другого кандидата, прочитал программу, выбрал, кого тебе надо. Нажал, там, две кнопки. Против, за. Угу. нажал за все а потом уже там-то там же будет суммироваться суммироваться а потом да и подсчет голосов в режиме онлайн вывести ну и сверху предложим строка там за такого стока за такого и потом в оконцовке все эти закрыться но отсюда все данные поступать на один какой-то сервер даже вот этот сервер нужен в центральной избирательной комиссии то есть там основной сервер они все это тоже видят в режиме онлайн это будет гораздо лучше это бумажные это экономия древесины на сколько его вырубают на всякую сейчас век электроники 2 21 века мы все так же по старинке самые лучшие это конечно вот эти вот электроны не живут эту электронную регистратуру да по ей можно вообще не ходить он через интернет проголосовал думается там ты можешь за каждого кандидата на базе блокчейн на той же технологии которого сейчас применяется в криптовалюте вот этой электронной там же нет возможности подделки в этом ее основная особенность вот ничего бы и нет нет если там конечно будет защита такая что этот он всякие кибератаки туда-сюда кто там один сайт скрыли то там другой сайт скрыли но я невозможно взломать она одновременно на всех компьютеров а то есть если кто-то кто-то один предположим один кто-то чей-то компьютер взломал а все остальные сотни тысяч миллионы компьютеров невозможно взломать то есть он взломает чей-то один предположим а остальные все они не задействованы он просто один кирпичик убрал а вся система то она все равно будет держаться то есть это гораздо лучше ну что ж благодарствую спасибо вам за внимание за ответы информацию мы вам дали предвыборное обещание нынешнего кандидата победившего вы помните выборное обещание ну как таковы прямо слова слова я перечислить как обычно наверно все станет лучше и все пойдет как бы на успех более лучшее процветание нашей страны ну с вашего позволения зачитаю вам некоторые хорошо и так было обещание удвоить ввп нашей по факту его не удвоили догнать по ввп самую бедную европейскую страну португалию не догнали далее было так решить проблему демографии прироста населения у нас как такового не наблюдается у нас рождается меньше чем умирает к сожалению борьба с бедностью по факту у нас бедных стране ежегодно только прирастает 23 миллиона бедных у нас сейчас стране так ну соответственно дарифы жкх сдерживать они по факту выросли на 60 процентов это вот некоторые были предвыборные обещания которые не были к сожалению исполнены так скажите ваше личное благосостояние как-то изменилось за последнее время может получилась или ухудшилась не улучшилась и не ухудшилась как говорится как было на самом деле ну ниже среднего так оно и осталось честно ясно так скажите как вы считаете что может улучшить ситуацию в стране и благосостояние граждан это приход во власть честного человека может быть более упорный личный труд каждого или объединение людей для борьбы за свои права и интересы мне кажется первый вариант и второй первые второе единение и да и все таки как-то смена власти то есть приход во власть честного человека и объединение людей ясно так хорошо скажите вот когда мы нанимаем каких-либо специалистов для проведения определенного набора работ мы с ними заключаем договор подряда где четко прописано кто что и в какие сроки должен сделать при выборах депутатов или президента такого механизма у нас к сожалению не работает как вы считаете вступившие в должность кандидаты должны ли заключать с населением подобные подобные договора подряда ну я думаю что как бы не то что должны но это как бы желательно все-таки желательно ясно так а вот на выборах депутатов допустим мы голосуем в том числе и по партийным спискам то есть а мы отдаем голоса за партию а партия уже сама выбирает какого-либо кандидата в итоге мы наблюдаем в думе абсолютно незнакомых непонятных людей которые не пойми как туда попали для нас это выборы кота в мешке как вы считаете нужно ли отменить выборы по партийным спискам отменить выборы но как бы я считаю что вероятнее всего это все-таки ну должно принести все равно какую-то пользу какие-то успехи в наше как бы государство но как бы я считаю что особо ничего от этого не изменится ну 50 на 50 ясно что как бы там конскать ну честно если быть то как бы мне кажется как уже захочется лицо какой-то свыше то так оно и будет это уже не кажется не влияет чё-то в какое государство там партийное не партийное как это что там за кого проголосуют я как бы на самом деле если быть честно я не верю в честность выбора вот этому как вот к этому вопросу мы еще вернемся скажите вот перед перед выборами проходят дебаты в виде пятиминутной дискуссии на телевидении за которые мы в принципе ничего особо понятия кандидате не можем и нет интерактивной связи обратной связи с населением то есть нет возможности задать вопрос кандидату как вы считаете нужно ли сделать дебаты более продолжительными по времени и сделать интерактивную составляющую хорошо так и последний вопрос процесс голосования на сегодняшний день у нас проводится по старому на бумажных бюллетенях как считаете вот что дает конечно же возможность для фальсификата как вы считаете нужно ли сделать процесс голосования допустим в электронном виде в каких-либо спец терминалах на базе блокчейн допустим или еще как-то ну как сказать я считаю что это не совсем будет как сказать стопроцентная гарантия что там не обойдется без мух лежа и так далее конечно с бюллетенями это тоже возможно но сейчас как бы вот с прибытием всяких биткоинов вот этого всего возрастает как бы интернет активность и в вере всего что если вы это будет в электронном виде то возможно что там уж точно получится что-либо как-то смутливать а так но все-таки приходит живой человек он пишет он отдает то бюллетень а если в режиме онлайн вывести подсчет голосов и отменить тайну голосования то есть вот человек зашел проголосовал и тут же мы видим что она за такого-то кандидата начислен голос ну я считаю что как бы возможно да но и все же я повторюсь что не факт то что это будет все равно ну что ж ясно спасибо вам за внимание вот наши координаты если что приходите был вам рады всего доброго и вам тоже скажите а вот какие предвыборные обещания победившего кандидата вы помните из прошлых избирательных кампаний не помните но я вам зачитаю обещалось удвоить ввп наша по факту не было сделано догнать по ввп самую бедную европейскую страну португалию не догнали так вы решить проблему демографии у нас к сожалению рождается меньше чем умирает борьба с бедностью ежегодно у нас число бедных только прибывает поддержка образования число школ сокращается тарифы жкх сдерживать они выросли на 60 процентов вот это были некоторые предвыборные обещания скажите вот ваше личное благосостояние за последнее время улучшилось или ухудшилось улучшилось да хорошо скажите что может улучшить ситуацию в стране и благосостояние граждан в общем это приход во власть честного человека более упорный личный труд или же объединение людей для борьбы за свои права и интересы я думаю наверно 2 2 был упорный личный труд более упорный личный труд а третье это объединение граждан для борьбы за свои права и интересы наверно третье наверно третье хорошо так следующий вопрос нанимая специалистов для проведения каких-либо работ мы с ними заключаем договор подряда где четко прописано что кто и в какие сроки должен сделать на выборах президента или депутатов у нас такого механизма нет как вы считаете то есть нас кормят по факту пустыми обещаниями ничем не подтвержденными как вы считаете заступивший в должность президент или депутат должен заключать подобный договор подряда с населением я думаю что думаете что должен хорошо так на выборах депутатов мы голосуем в том числе и по партийным спискам то есть мы отдаем голоса за партию а партия уже сама выбирает какого-либо человека из своих кандидатов в итоге мы наблюдаем в думе абсолютно незнакомых людей которых мы вообще никогда не видели для нас это выборы кота в мешке скажите нужно ли отменить такие выборы по партийным спискам отменить хорошо перед выборами у нас проходят дебаты в виде пятиминутной дискуссии по телевидению за которые кандидате понять ничего особо то нельзя в том числе и нет интерактивной составляющей то есть нет обратной связи с населением то есть у людей у граждан нет возможности задать вопрос кандидату как вы считаете нужно ли сделать дебаты более продолжительными по времени и с возможностью задать вопрос кандидату думаю что нужно думаете что нужно хорошо и последний вопрос я бы обещал чтобы он договора тогда заключал и подтверждал да все правильно так и последний вопрос вот у нас сейчас процесс голосования проводится по старинке на бумажных бюллетенях что дает возможность для массового фальсификата скажите вот нужно ли сделать допустим голосование процесс сам процесс голосования допустим в электронном виде в каких-либо спец терминалах с выведением подсчета голосов в режиме онлайн нужно нужно удобнее люди больше голосовать ну да так быть честнее удобнее ну что ж спасибо вам за внимание за ответы на вопросы всего доброго так первый вопрос скажите какие предвыборные обещания победившего кандидата вы помните победившего ну да а сам путин у нас ну да я обещание его не помню какие но обещал наверное это же давно было он вступил на том же месте ну по крайней мере то что как живется сейчас нам меня все устраивает я пенсионерка получаю нормальную пенсию так что это нормально пенсию не задерживают никогда поэтому ее получаем и можно на нее жить ну смотрите обещалось догнать по ввп самую бедную европейскую страну португалию ну это они догнали это нет ну это меня не очень как бы напрягает даже даже если не догнали и что хорошо так борьба с бедностью число бедных растет у нас стране нет ну я считаю что число бедных растет ну наверное очень много людей которые допустим получают да вот как говорят вот у кого-то маленькая пенсия ну маленькая пенсия у того кто не работал или у кого маленький стаж если например у меня свекровь была которая была женой офицера и она всю жизнь не работала у ней даже на социальную пенсию кое-как стаж набрался ну я не знаю а мне кажется кто работал то нормальную пенсию получать я получаю нормальную пенсию меня устраивает ну вот у нас средняя пенсия по стране 10 тысяч я получаю 14 500 ну вас устраивает да хорошо вот я еще просто работаю немножко а вы еще и подрабатываете да ну конечно ну потому что ну я всего один часик один часик получать за один часик десять тысяч сипетия хорошо поддержка образования число школ у нас сокращается почему у нас не сокращаете число по официальным данным ну я не знаю школа у нас достаточно но по крайней мере правительство мне кажется работает неплохо в том плане что когда у нас такие дороги были когда у нас был материнский сейчас вот посмотрите сколько людей с колясками у нас раньше столько людей детей не рождалось сейчас пожалуйста и материнский капитал только рожайте знаете все то есть численность населения у нас увеличивается увеличивается думаете а вот данные демографии то говорят об обратном что у нас рождается меньше чем умирает нет ну может быть наверное я не знаю тарифы жкх сдерживать они выросли на 60 процентов ну тарифы жкх я не знаю на я в кооперативном доме живу у нас по крайней мере мне хватает на то чтобы заплатить и долгов у меня нет ни по каким параметрам вот коррупцию искоренить а у нас по-прежнему коррупция ну коррупция коррупция ну это мне кажется это сложно сделать наверное думаете невозможно нет ну может быть и возможно но не просто не просто да ладно скажите вот ваше личное благосостояние за последнее время оно улучшилось ухудшилось улучшилось улучшилось да потому что я работаю скажите что может улучшить ситуацию в стране и благосостояние граждан это приход во власть честного человека более упорный личный труд или объединение людей для борьбы за свои права и интересы я считаю что более упорный личный труд потому что если у нас бы скажем производительность труда была как бы значительно выше было бы наверное лучше если каждый на своем месте будет работать хорошо мы будем жить лучше вот я говорю вот я пенсию 14 500 получаю еще один часик работаю по утрам всего лишь и за этот часик пять раз в неделю я получаю 10 тысяч я почти пенсию еще в одном месте по вечерам один часик работаю и получаю пять тысяч у меня еще одна пенсия на 30 тысяч можно легко прожить хорошо не тратя много времени потому что я много не могу тратить может у меня еще дача скоро начнется я живу хорошо хорошо я рад за вас так а скажите вот нанимая специалистов для проведения каких-либо работ мы с ними заключаем договор подряда где четко прописано кто что в какие сроки должен сделать при выборах президента или депутата у нас такого механизма нет то есть нас по факту кормят просто пустыми обещаниями и никаких договоров с нами не заключают скажите вот как вы считаете вступивший в свою должность кандидат в президенты или депутат должен заключать подобный договор с населением я не знаю потому что пока просто обещали ну по крайней мере из всех этих кандидатов что сейчас баллотируются в президенты я ни одного не вижу достойного в основном все депутаты дают такие обещания которые реально заранее можно сказать что они не выполнили ну разве можно таким кандидатам верить и нет конечно по крайней мере при нынешней международной обстановке в какой у нас президента если поставим у жириновского это будет война сразу как он в свое время говорил русский солдат должен мыть сапоги на берегу тихого океана это чудакой clear лица ну просто вы тратится много денег на армию это должно быть потому что еслиもし не будем кормить своих солдат мы будем кормить чужих правильно у нас и мы живем еще благодаря тому что у нас достойное вооружение достаточно денег да достаточно денег тратится на ли потому что это просто необходимо и кому-то немножко не просто сейчас сложно чем-то можешь мне здоровью подрабатывать не подровать Конечно, наверное, сложновато. Но я считаю, что достойный кандидатов на данный момент, кроме Путина, никого не вижу. Ну что это Собчак? Ну что за президент? Ведь он столько лет в власти, он уже знает. Или поставь того же бизнесмена-миллионера, который сейчас у коммуниста. Что он знает? Он знает, как зарабатывать деньги и все. А как управлять государством? Нет, конечно. Ни одного достойного кандидата я вообще не вижу. Я только за Путина буду голосовать. Ясно. На выборах депутатов мы голосуем, в том числе и по партийным спискам. То есть отдаем голоса за партию, а партия уже сама решает, какого человека поставить. Нет, почему? У нас сейчас какие кандидаты, и там в этом билетне будут только эти депутаты. Ну это уже вопрос про выборный процесс по депутатам. Да, да. Вот. И как вы считаете, нужно ли отменить выборы по партийным спискам? Ну вот на этот вопрос я, наверное, затрудняюсь ответить. Мне кажется, я не знаю. Нет, ну по партийным спискам они, наверное, знают, кого им выдвигать. Они, наверное, знают этого человека, его какие-то качества, как он справляется на работе, что он из себя представляет. А если он кому-то денежку заплатит и его по партийным спискам продвинут? Вообще я не знаю, как это. Ну, по крайней мере, Путин не по партийным спискам. Он идет как бы, ну как сказать... Самовыдвиженец. Самовыдвиженец. Поэтому... А если он самовыдвиженец, за него достаточное количество людей уже отдали свои голоса, поэтому он уже в списках тех, кто будет баллотироваться на выборах. Поэтому я так думаю. Вот перед выборами проводятся дебаты в виде пятиминутной дискуссии на телевидении. За эти пять минут мы по факту особо ничего не можем понять по кандидату и нет обратной связи с населением. Как вы считаете, нужно ли вот данные дебаты продлить по времени и сделать интерактивную составляющую? То есть возможность населения задать вопросы в прямом эфире кандидату? Нет, ну возможность населения это было бы неплохо. Но я считаю, что вот они же встречаются, вот Путин ездит, эти везде ездят, встречаются. Вон Собчак приехала куда-то, то же самое с населением встречается. Она им какие-то свои обещания дает, люди ей задают вопросы, вот это же непосредственное общение. А то, что на телевидении они, конечно, просто говорят, обещают, обещают. Ну, по крайней мере, все, кто я вот слушал, все, кто что обещали, это все нереально. Это просто все слова. А про Путина можно сказать, что мы реально чувствуем, что делается. Ну, по крайней мере, я считаю, что достойный кандидат. Хорошо. Я буду только за него голосовать. Хорошо. Последний вопрос. Процесс голосования у нас сейчас проводится по-старому на бумажных бюллетенях. Как вы считаете, вот нужно ли нам изменить сам механизм голосования? Может быть, нужно сделать голосование в электронном виде? Ой, в электронном там все подстроят, тем более. Все подстроят? Конечно. А в бумажном виде как? А там сколько этих, которые следят за этим? Там вот придешь на выборы, там же куча народа сидит и все смотрят. Ага, как он? Что там? Это? А в электронном виде откуда? Американцы говорят, им там мешают выборы какие-то хакеры из России. А тут в электронном виде, кто попал, может мешать. А если это будет некий спецтерминал, где будет подсчет голосов в режиме онлайн, за этим будет следиться, то есть зашел человек, проголосовал, и все увидели, а за какого-то кандидата уже отдан голос? Ну, может быть, да. Ну, если да. Это улучшит? Было бы, наверное, да. Ну, потому что, опять же, подсчет просто так не проводится. Всегда при подсчете голосов тут всегда эти наблюдатели. Тут, мне кажется, ничего тут не подстроится. Думаете? Я думаю. Вообще, я не знаю, в этих избирательных комиссиях я никогда не участвовала, но голосую всегда. Раньше, в советские времена, когда еще были, знаете, Советский Союз, я всегда на избирательный участок приходила самая первая. Для чего? Потому что самым первым всегда дарили подарки. Да? Да, какой-нибудь блокнотик тебе подарят. И потом, эпоха сплошного же дефицита была, ничего же, пустые полки, ничего не купить. А когда придешь, там всегда что-нибудь можно было в буфете купить. А теперь еще меня нынешняя жизнь устраивает еще почему. Раньше, в советское время, по талонам ничего не купишь. Что-то имели только те, кто имели блат. А что такое блат? Кто на базах работал, кто в магазинах работал. Мясной отдел с этим кондитерским отделом дружили. Те им конфеты давали, а те им, например, мясо давали. То есть жили те, кто какой-то доступ имел. А сейчас мы все можем, вот, допустим, даже у кого маленькая пенсия, может прийти в магазин, 100 грамм сыра, он любого может себе позволить, допустим. Ну, пусть раз в месяц во время пенсии, но не надо никакого блата, понимаете? Поэтому я считаю, что мы стали жить лучше. Лучше, да? Да. Хорошо, хорошо. Я вам дам наши координаты, если что, можете к нам прийти, с нами поговорить, пообщаться по любым вопросам, в принципе. Я с вами очень хорошо пообщалась, мне нравится. Ну вот. Имеется в виду, можете прийти в более комфортной обстановке, то есть в офисе. Первый вопрос. Скажите, а какие предвыборные обещания победившего кандидата вы помните? Жириновский хотел всех, было до меня стоить. Ну, Путина не помню, еще не было, видать, обещаний. Ну, вот я зачитаю некоторые предвыборные обещания. Итак, допустим, решить проблему демографии. Прироста населения у нас как такового нет. Ну, у нас по данным получается, что рождаемость меньше, чем людей умирает. Вот. Борьба с бедностью, а число бедных в стране растет. Ну, это да. Вот. Поддержка образования, а число школ по факту сокращается. Ну, город где-то хотят строить, ну, как сошел. Мелит и еще хотят построить фирмы. Ну, это да. Но, тем не менее, их закрывают. То есть, больше закрывают, чем строят. Фирмы-то не закрывают, вроде открывают. Это же, как бы, по городу. Это статистика по стране. Ну, по стране, может быть, и там. Ну, тарифы ЖКХ сдерживать обещали, а тарифы выросли на 60%. Ну, выросли. Выросли. И что больше хотят сделать? В севере месяца написали это самое. У нас сколько будет в севере месяца еще дороже. Угу. Вода горячая, холодная. Бензин поднимут. Ну, у меня уже на машине. У меня нет решений. Ну, рост тарифов на бензин, это отображается и на ценах автоматом. Ну, вот, кто ездит, это самое. Дальше в Фирме говорят, что у нас в Фирме дороже бензин, чем где-то там. Угу. Мы же разводим бензин, а все равно в городе дорогой бензин. Как вы считаете, так, скажите, вот ваше личное благосостояние за последнее время, оно улучшилось или ухудшилось? Ну, как бы, пенсия, да так. Была так и была, но мы тебе добавили на 500 рублей с лишним. О, целых 500 рублей, да? Да, целых 500. Это, как Якубович говорит, как вы на это живете. Угу. Будет чудесно. Скажите, а что может улучшить ситуацию в стране и благосостояние граждан? Это приход во власть честного человека, более упорный личный труд, объединение людей для борьбы за свои права и интересы? Ну, как бы, третья. Третья, то есть, вот, объединение. Если люди объединятся, то это будет улучшить ситуацию, да? Ясно. Так. Скажите, вот, когда мы нанимаем специалистов для проведения определенных работ, мы с ними заключаем договор подряда, где четко прописано, кто что, в какие сроки должен сделать. При выборах в президенты или в депутаты такого механизма нет. То есть, нас кормят просто пустыми обещаниями и, по факту, никаких обязательств не несут. Так вот, скажите, нам нужно вообще сделать такой механизм, чтобы кандидат, вступивший в должность, заключал подобного рода договора с людьми? Надо. Надо. Чтобы обещали, выполняли. Чтобы, если уж пообещал, зафиксировали в договоре и выполнил. Ясно. Так, скажите, вот, на выборах депутатов мы голосуем в том числе и по партийным спискам. То есть, отдаем голоса за партию, а партия уже сама решает, кого из своих кандидатов назначить. В итоге мы получаем абсолютно незнакомых людей в Думе, которых мы никогда не видели. Для нас это выборы кота в мешке. Скажите, нужно ли отменить выборы по партийным спискам? Ну, имеется в виду, чтобы мы отдавали голоса только за конкретных депутатов, а не за партию, которая будет сама потом уже определять. Лучше за конкретных депутатов. Так, скажите, вот перед выборами проводятся дебаты в виде пятиминутной дискуссии на телевидении. За эти пять минут мы, по факту, ну, ничего особо не можем понять про кандидата. И нет возможности задать вопрос кандидату от населения. Скажите, нужно ли сделать нам эти дебаты более продолжительными по времени и с возможностью задать вопрос кандидату? Да, нужно. Хорошо. Так. И последний вопрос. Процесс голосования на данный момент проводится по старинке, на бумажных бюллетенях, что дает возможность для массового фальсификата. Скажите, нужно ли нам изменить сам механизм голосования? Может быть сделать голосование в электронном виде, в неких спецтерминалах, где, допустим, будет подсчет голосов выведен в режим онлайн, чтобы все следили за тем, кто за кого голосует. Ну, сейчас это на гигидационных пунктах устанавливают камеры, говорят, что это самое, это самое, 100% с этими камерами. Ну, то есть, в принципе, оставляем такой же. Да? Менять не будем? Нет. Ну, ладно. Ну, что ж, спасибо вам за внимание. Вот наши координаты. До свидания. Если что, приходите. До свидания. До свидания.